Друзья, я очень рад снова видеть вас на нашем канале. Снова, снова решил приготовить для вас интересный ролик. Я знаю, что не только у меня возникает вопрос, почему же столько людей увлечены успехами казахов в музыке, спорте и кинематографе. Хотя и во многих других областях. Будем постепенно в этом разбираться, тем более, что это не просто интересно, а еще и полезно. Ведь, насколько я знаю, официальная наука, она занята другими темами. Да и, ну ладно, нас с вами уже собралось достаточно много для того, чтобы своими силами досконально разобраться, в чем же заключается секрет, в чем же феномен Казахстана и феномен казахов. Почему так много людей увлечены этой страной? Почему люди со всей нашей планеты, почему их так тянет в Казахстан? Быть может, все-таки действительно мы чего-то не знаем. На нашем канале Алга Петербург мы уже много следим за успехами Казахстана в самых разных областях. Сейчас на нашем канале уже собралось больше 160 тысяч зрителей, которые увлеченно следят за темами культуры, за темами спорта и за темами, и за всем, что связано с Казахстаном. И не только с Казахстаном, но и с миром. Потому что, как вы знаете, многие темы здесь пересекаются. И более того, можно сказать, что также целью нашей работы, целью работы нашего канала является изучение не только феномена Казахстана, но и популяризация этого феномена на международной арене, для международной аудитории. Поэтому для всех вас, друзья, я хочу сказать, что эти ролики никем не спонсируются, кроме вас, кроме зрителей нашего канала. И именно благодаря этому можно сказать, что мы свободно выбираем любые темы. Так как мы не зависим ни от каких организаций, мы не получаем денег от Министерства культуры какой-то страны, или, может быть, даже от каких-то других организаций, я сам могу определять тему, которая появляется на нашем канале. И я знаю, что вы цените подобную свободу. И я знаю, что именно поэтому вы подписываетесь, ставите лайки и пишите ваши комментарии. Поэтому мы делаем только то, что интересно нам здесь вместе с вами. И, ну, плюс к этому я вижу, что тема интересная, а значит, мы все рады, что оказались в нужное время в нужном месте. Ну, если вы понимаете, о чем я. Алха, Петербург. Ну, давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего исследования. Так, по традиции мы сегодня основу возьмем как предмет изучения реакцию известного авторитетного человека, реакцию на казахов, на Казахстан и реакцию на феномен казахов и на феномен Казахстана. Попробуем рассмотреть досконально и сразу с нескольких сторон. В общем, настолько подробно, насколько это возможно в рамках того, что можно сделать на YouTube. Вот вы же знаете, что, наверное, сейчас есть кино 3D, 5D и даже 7D. Ну, вот мы с вами сегодня сделаем 100D, если вы, конечно, не против. По традиции жанра небольшая информационная вставка о нашем сегодняшнем авторитете. Сегодня герой нашей передачи Жан-Клод Ван Дамм, которого при рождении назвали Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варренберг. Это известный американский актер, сценарист, постановщик боевых сцен и продюсер бельгийского происхождения, культурист, мастер боевых искусств. Женебек родился 18 октября 1960 года в Бельгии. Да, я не знаю, какое казахское имя лучше всего подходит для Жан-Клод, но мне кажется, что Женебек подходит для нашего героя. Ну, я имею в виду, что в детстве подходила, сейчас он, само собой, уже Жаке. Его отец был бухгалтером и владельцем цветочного магазина. Родители отдали сына в школу карате в возрасте 10 лет. Также в течение 5 лет он занимался классическим балетом. Интересный факт, что Ван Дамм предпочитает классическую музыку. Любимый композитор его – это Бетховен. Кроме английского и родного нидерландского языка, он владеет также французским и немецкими языками. Жан-Клод Ван Дамм за свою жизнь был не только актером. До этого в его жизни состоялась шикарная спортивная карьера. В 1978 году он занял третье место в своей весовой категории на любительском чемпионате Европы по бодибилдингу. А годом позже, выступая на чемпионате Бельгии, носящем название «Мистер Бельгия», он одержал победу сразу в двух весовых категориях, став таким образом абсолютным чемпионом. И он, кстати, является чемпионом Европы по каратэ, кикбоксингу. В 1979 году взял в среднем весе среди профессионалов. Это в 1979 году он в среднем весе среди профессионалов взял. Кстати, он также является еще и обладателем самого крутого для каратиста – черного пояса. И надо сказать, что за свою бойцовскую карьеру он занимался и каратэ, и кикбоксингом. Он провел в общей сложности 55 боев, в которых одержал 53 победы. И 50 побед были нокаутом. Два раза проиграл по решению судей. Ну, также еще надо сказать, что был чемпионом мира три раза. А за актерскую свою карьеру он в общей сложности снялся в более чем 50 фильмах. Представляете? В том числе «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар», «Универсальный солдат» и многие-многие другие. Три раза попадал на MTV и Movie Awards как самый желанный мужчина. Имеет также ряд самых разных других номинаций и наград как в кино, так и не только в кино. В общем, я думаю, что никто не поспорит, что это настоящая легенда. И насколько Жакея Ван Дамм большой актер, настолько много его имя окружает различных слухов и скандалов. И это неудивительно. Чем выше человек забирается, тем больших успехов добивается в своем деле, тем больше вокруг него появляется информации, которая, ну, довольно спорная. Но сегодня мы будем рассматривать легендарного актера, которому, кстати, в этом году исполнится 62 года. Мы будем рассматривать его через призму Казахстана и через призму его отношения к этой удивительной стране. Я сам очень люблю Казахстан. Я безмерно уважаю героев передач, которые выходят на нашем канале. И мне всегда доставляет огромное удовольствие общаться с друзьями из Казахстана. И поэтому я прекрасно понимаю Жан-Клода Ван Дамма. А почему я заранее так говорю, я сейчас все объясню. Ага, Петербург. Дело в том, что вы, наверное, уже знаете, что во время визита в Казахстан у меня состоялось огромное количество интересных встреч. Одна из них была с Жейдарбеком Кунгужиновым, железным человеком из Казахстана. Жейдарбек – настоящий феномен. Это каскадер, актер, создатель команды Nomadstance. Это первая команда на постсоветском пространстве, которая получила каскадерский Оскар, награды Таурус, который награждают только лучших из лучших. Он герой сразу нескольких наших передач, в том числе и о феномене Казах. Ну и, конечно, во время своего визита к нему в гости я обратил на ряд суперкрутых фотографий на стенах офиса Nomad в Казахфильме. И на одной из фотографий был Жан-Клод Ван Дамм вместе с удивительным железным Жейдарбеком Кунгужином. Дело в том, что они вместе принимали участие в съемках фильма «Неудержимые 2». Это тот фильм, где играли такие актеры, как Сильвестер Сталлоне, Чак Норрис, Арнольд Шварценеггер, да и много кого. И в одной из ролей там появился наш уважаемый друг Жаке. И команда Жейдарбека Кунгужинова обеспечила фильму невероятные трюки и боевые сцены. И, конечно, я в нашей беседе с Жейдарбеком постарался узнать об отношении бельгийца к казахам и к Казахстану. И, друзья, несмотря на то, что тема нашего разговора была совсем другая, я понял, что Ван Дамм тепло относится ко всему, что связано с Казахстаном. И, кстати, я думаю, что действительно началом такой дружбы стал именно 2011 год. Дело в том, что в 2011 году, кроме съемок «Неудержимых», проходили съемки интересного телевизионного шоу. Реалити-шоу «Behind closed doors» с закрытыми дверями. С Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Сюжет очень простой. Жаке живет своей обычной жизнью, спит, ест, тренируется, встречается с родственниками и друзьями. И за ним всегда следуют люди с видеокамерами, и все это снимают. И в одной из таких серий неожиданно появляются казахи. Нургазы Жералгапов с сыном и группой товарищей. Они вместе идут в тренажерный зал, дают урок Ван Дамму казахского бокса. Там же Жаке и Нургазы устраивают такой шуточный спарринг. Точнее, Нургазы пытаются приобщить звезду к боксу, показывают ему приемы, держат лапой для отработки ударов. А Жаке в свою очередь демонстрирует свою филигранную технику работы ногами. Что лучше всего объединяет людей? Это музыка, культура и спорт. И, естественно, после занятий спортом, ребята пригласили звездного друга на дискотеку. И вот уже веселый Ван Дамм энергично отплясывает в компании карагандинцев. А затем все дружно едут кататься по ночному городу на Феррари. И на этом, кстати, история не закончилась, потому что в дальнейшем об этой удивительной дружбе появилось больше информации. И даже было так, что Жаке принимал у себя в гостях в Бельгии этих удивительных казахов. Нургазы потом охотно рассказывал издательству Закон Кейзет о дружбе с легендой мирового кино. Ван Дамм очень интересовался боксом и Казахстаном. Он вообще увлечен Азией. И только после того, как несколько лет назад побывал на кинофестивале в Астане, он был впечатлен нашей страной. У него мечта сняться в каком-нибудь историческом фильме и сыграть Чингисхана или Тамерлана. Он, кстати, смотрел наш фильм «Кочевники», после чего сильно переживал. Он говорит, я вот главную роль лучше бы сыграл. А еще один друг Ван Дамма, Ерик Кулькеев, рассказал о секрете, который, наверное, мало кто знает. Дело в том, что Ван Дамм, как настоящий казах, ест канину. В Европе вроде такая диета не принята, а вот актеру нравится. Он много тренируется, следит за собой, говорит Ерик. А вот канина, она же диетическая, вот Ван Дамм ее и ест. А пьет он соевое молоко. Поэтому в свои 53 года он находится в такой замечательной форме, что многим молодым до него далеко. Вроде бы теперь понятно, откуда у Ван Дамма такая любовь к казахам и Казахстану. У него, оказывается, друзья-казахи, а они оставили о себе такое хорошее впечатление, что теперь он уважает все, что связано с Казахстаном. И в этом, кстати, мы вообще похожи с Жаке, потому что у меня тоже после знакомства с Димашем, благодаря общению с друзьями из Казахстана, появилось огромное уважение и большая дружба с этой удивительной страной. И вообще у нас очень много общего. Мы практически одинакового роста. Я тоже люблю Казахстан, я тоже люблю Канину и также люблю потанцевать под казахскую музыку. Ну а если серьезно, за последние несколько лет Джан-Клод Ван Дамм несколько раз уже успел посетить Казахстан. Он выступал на нескольких мероприятиях, встречался с разными людьми и даже стал участником мастер-класса для молодых алматинских каратистов, позволив им отработать на себе ударную технику, в том числе даже запрещенные приемы. Еще интересно, что Джан-Клод не только встречался с молодыми казахскими спортсменами по интернету, также ходит видеозапись встречи бельгийца с легендой мирового бокса, чемпионом Геннадием Геннадьевичем Головкиным. Вообще, надо сказать, что крутость этого видео просто зашкаливает. Естественно, у меня есть свои мысли, чего не хватает этому видео. Ну а если говорить серьезно, конечно, видно, что Джан-Клод, несмотря на свой скандальный образ и массу желтой прессы, на самом деле все равно остается интеллигентным и очень уважительно относящимся к другим людям, человекам. Еще один удивительный случай произошел совсем недавно. Вновь Джан-Клод встретился с представителями Казахстана. И это произошло во время празднования праздника священного месяца Рамазан. И бельгиец не упустил возможность поздравить казахстанцев с этим праздником. Рамазан. Рамазан. Рамазан Баракос. Это Казахстан. А Джан-Клод Баракос. В его словах и поведении было видно, насколько он уважительно относится к гостям из Казахстана. И, как уважительно, говорит, поздравляя Казахстан с праздником. В общем, наверное, надо подвести итог нашего видео. Я могу сказать, что для меня было сюрпризом такое отношение легенды кино, чемпиона мира и просто красавчика к Казахстану. Я всерьез думал, что он заносчивый, самовлюбленный и избалованный голливудский актер, который не воспринимает серьезно никого, кроме себя самого. Но на самом деле это действительно сильный духом, грамотный человек. Он уважает тех, кто относится к нему с добром. И сам в ответ добротой отвечает от души, прямо как настоящий казах, хоть и бельгиец. И на самом деле, кто знает, может быть, этому становлению его как личности помогли его встречи с друзьями из Казахстана. Ведь то, что мы из себя представляем, это отражение окружающего нас мира. И если вокруг нас будут правильные люди, правильный мир, то и мы сами можем быть в гармонии с миром и в гармонии с природой, а самое главное, в гармонии с самим собой. Ну, наверное, на сегодня все. Своё мнение, друзья, пишите в комментариях. Я буду рад узнать, что вы думаете. Подпишитесь на наш канал, у нас тут много чего интересного, у нас тут много интересных людей. Я буду рад, если вам сегодняшний выпуск понравился. Ладно, не буду отнимать ваше время, вы и так без меня все это знаете. Субтитры сделал DimaTorzok